Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае досрочно завершат расширение одного из участков Чуйского тракта. Остались недовольны размером конфискованного имущества. Экс-вице-мэры Барнаула хотят ужесточить приговор. Орги и поджоги. Жители железнодорожного района жалуются на скандальный барак за крупным торговым центром. В Алтайском крае досрочно завершат расширение до четырех полос важного участка Чуйского тракта. Предполагается, что на пяти километрах дороги в границах Тольменского и Первомайского районов работы закончат уже 25 октября. Сейчас здесь приступили к установке разделительных барьеров и освещения. Расширение участка, пожалуй, самой загруженной федеральной трассы шло весь сезон и продолжится в следующем году. К концу лета 2022-го здесь будет полноценная четырехполосная дорога с разделительным барьерным ограждением. Уже сейчас приступили к монтажу современных линий освещения. На трассе, по которой каждые сутки проезжает более 20 тысяч машин, должно быть комфортно и безопасно даже в ночное время. Сделали 6 километров освещения. Мы завершаем работу со стороны подъезда от Чуйского тракта к Старому мосту. В этом году мы 20 октября заканчиваем и вводим по итогам ремонта мост Старый-Черезок. Стоит отметить, что общая протяженность федеральных автодорог в крае около тысячи километров. На их ремонт ежегодно направляет порядка 5 миллиардов рублей. Давайте констатируем, что сеть федеральных дорог у нас приросла с прошлого года. По сути, там, по-моему, примерно с осени 2020-го года. Вот она теперь такая, значит, базовая сеть такая есть. Больше тысячи километров. Содержание, ну, все осуществляется по нормативам. Преображение Чуйского тракта, отметил глава региона, будет способствовать развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности. Дмитрий Дроздов, День с толком. Десятилетнего мальчика в районе пешеходного перехода сегодня сбили в Барнауле. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 утра на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной. Ребенка сбил водитель 80-го года рождения, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. По данным ГИБДД, мальчик в районе пешеходного перехода бежал на трамвайную остановку. По данному факту уже проводится проверка. И к другой теме. Ужесточить приговор экс-вице-мэра Барнаула Сергею Демину, который курировал вопросы строительства, требует прокуратура, сообщает портал Банфакс. В частности, гособвинители остались недовольны размером конфискованного у Демина имущества. Сейчас сумма обременения составляет почти 3,5 миллиона рублей, а прокуратура требует увеличить ее почти до 15 миллионов размеров взятки, предназначенного для бывшего чиновника. Напомним, 10 сентября Сергея Демина признали виновным в коррупции. Он получал взятки от директора Барнаулка обстрое и предоставлял последнему право самостоятельно принимать решения по строительным объектам. Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам в колонии строгого режима. К слову, свою апелляцию с требованием пересмотреть решение судей подала и защита Демина. И к следующей теме. Орги, беспредел и многочисленные поджоги. Все это происходит прямо в центре Барнаула. Ориентир бесчинств, торговый центр «Пионер». Сегодня прямо за ним находится притон, которому местные жители не рады от слова совсем. По их словам, они несколько лет добиваются сноса злосчастного здания и уже готовы коллективно обращаться в разные инстанции для решения проблемы. Анастасия Наборщикова продолжит. Одна девушка землю из-под ног у меня выбила. Пять лет прожили и к соседу ушла. Вместе с верой в женщин Дмитрий потерял смысл жизни. Признается, что жить в бараке по тремя одеялами куда теплее, чем в объятиях прекрасного пола. Сегодня он трезвый и абсолютно вменяемый. Даже галантный. Рассказывает, что работает на новом рынке, а живет в разрушенном доме за ТЦ «Пионер». А это соседи Дмитрия, которые не особо ему рады. Их позиция – снести барак. Тазики, ведра и картошка пропадают с их участков регулярно и бесследно. Хуже только пожары и оргии. Местные жители рассказали, что неоднократно обращались в мэрию с просьбой снести злосчастный барак. Но пристанище для маргиналов остается в центре города. Отчаявшись, люди обратились в СМИ с вопросом помочь разобраться в том, в чьей собственности барак. Вариантов три – в муниципальной, то есть принадлежит городу, частной, относится к торговому центру или РЖД. Пути железной дороги проложены совсем рядом. И в таких случаях существуют ограничения по санитарным зонам. Это частная территория. Там единственное, когда «Пионер» строился, там был вопрос подключения к нашим коммуникациям. Ну, решили мы это. Известно, что этот и другие дома собственник «Пионера» хотел расселить. А на их месте – расширить парковку. Но есть юридический нюанс. На сегодняшний день ситуация такова, что дом принадлежит нам, но земельный участок нам не принадлежит. И есть определенные юридические сложности с оформлением в аренду этого земельного участка. Мы ведем с земельным комитетом диалог по этим моментам. Взять и снести дом нельзя – определенные риски. Поэтому для собственника важно заключить сначала договор аренды. Но об этом ни слова не говорят в жилищном комитете города. В ответе на официальный запрос, в котором мы спрашиваем, чей дом и чья земля, специалисты на первую часть вопроса ответили четко – дом принадлежит ООО «Малинвест». А вторую словно и не заметили. То есть умолчали насчет земли. Три одеяла зимой не спасут. Холода мужчина проведет в спеццентре. Но на смену ему сюда нагрянет стая собак и школьники. Жители соседних барак у домов говорят, если его не снесут в ближайшее время, они готовы собирать подписи и направлять коллективные обращения в разные инстанции. Вплоть до президента. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Ведущие российские и американские онкологи, вирусологи и иммунологи обсудили в Барнауле вопросы раннего выявления тяжелых заболеваний. В Алтайском госуниверситете сегодня состоялся международный семинар Российско-Американского противоракового центра. Ученые центра, которые работают на базе гласического вуза, и специалисты из университета штата Аризона, вот уже много лет проводят совместное научное исследование. Оно направлено на раннее выявление рака и создание препарата, которое может дать мощный толчок иммунитету человека для борьбы с онкозаболеванием. На семинаре ученые обменялись опытом и новостями о последних результатах проводимых исследований. По словам руководителя противоракового центра Андрея Шиповала, у ученых есть все основания надеяться на то, что новый препарат уже в ближайшие 5-7 лет запатентуют и начнут применять на практике. К слову, за развитие биотехнологии и вклад в борьбу с онкологией Андрей Шиповал накануне получил благодарность от губернатора края. Это награда, естественно, всего коллектива. Мы очень рады получить такую оценку нашей работы и надеемся, что будем дальше продолжать работать эффективно, заметно и полезно для всех людей. А сегодня 43 жителя края – лесники, металлурги, врачи, механизаторы и это далеко не полный перечень профессий – получили государственные и краевые награды. Безусловно, вот сама церемония торжественного вручения государственных наград – это дань, дань глубокого уважения труду, подвигам, деятельности, заслугам жителей края в самых разных сферах, в самых разных отраслях. Среди награжденных пятеро врачей, которые по-прежнему находятся на передовой, работают в ковидных госпиталях и помогают сотням жителей региона побороть коронавирус. Есть и представители других профессий. 40 лет работает в лесном хозяйстве Юрий Гилев, говорит, всю жизнь защищает лес и сегодня он стал заслуженным лесоводом России. Ну, вы же видите, в округе все горит, все это. У нас охрана лесов на первом месте. На его участке не было ни одного пожара. Почетными гражданами края сегодня стали два человека – представители отрасли здравоохранения Ирина Каманина и механизатор Сергей Ширнин. Его день начинается и заканчивается в поле. 40 лет он работает на тракторе, поэтому сегодня находился в совсем непривычной для себя обстановке и столь высокую награду получил впервые. Волнение чувствую. Это же не каждый раз. Раз в жизни сбывается. Педагог из Барнаула принимает участие во всероссийском конкурсе «Учитель года», который накануне стартовал в Ростове-на-Дону. Преподаватель математики Софья Кендикова – победительница крыльевого конкурса. Интервью с ней мы записывали еще до оглашения его результатов. Я считаю, что мы уже все победили. Я в том числе. Все, что хотелось мне от этого конкурса, я уже взяла. Что? От этого конкурса я взяла вдохновение. Вдохновение идти дальше. Я напиталась этой энергетикой. Я получила кайф, если можно так выразиться, от всех мероприятий, которые были здесь. И поэтому я вполне довольна. Войдет ли Софья в число победителей на уровне страны? Пока говорить рано. Конкурсные задания стартуют 26 сентября. 27-го участникам предстоит испытание под названием «Урок». Всего состязаться им придется два конкурсных дня по четыре часа. 29-го числа объявят лауреатов. В общей сложности в Ростове выступят 85 педагогов. Из них выберут 15 лауреатов и пятерку призеров. Финальные испытания учителей ждут в Москве. От 10 октября объявят победителя всероссийского конкурса «Учитель России-2021». Будем болеть за Софью. Опытные спасатели со всего региона приняли участие в масштабных соревнованиях под Барнаулом. Им предстояло выполнить целую серию нелегких задач. В том числе спасти пострадавшего и покинуть с ним опасную зону. Об этом далее в сюжете Дмитрия Дроздова. 14 подразделений противопожарной службы со всего Алтайского края. Их главная цель – спасти пострадавшего. Задача не из простых. В тяжелой спецэгиперовке добраться нужно до места происшествия, при этом филигранно преодолевая по пути препятствия. Испыцание кульминация. Нужно проникнуть в задымленное помещение, точнее в импровизированную дымокамеру. Именно там, по легенде, находится пострадавший. Данные соревнования показывают профессионализм действий пожарных. Здесь не нужно быть спортсменом, здесь нужно быть просто профессионалом свое дело. Все пострадавшие спасены. Опасные зоны покинуты. По итогу соревнований абсолютными лидерами стали спасатели из Бийска. У них лучший водитель пожарного автомобиля, самое слаженное – звено газодымозащитной службы, да и в команда в зачете «Наукоград» обошел остальных. Второе место досталось рубцовским пожарным лишь на третьем спасателе из Барнаула. Дмитрий Дроздов. День с толком. Всем переписчикам Алтайского края, которые участвовали в микросельхозпереписи, выплатили вознаграждение. Об этом сегодня сообщил руководитель Алтай-Крайстата. Напомним, ранее люди жаловались на задержку выплат. Сельскохозяйственная микроперепись в регионе и в целом в стране прошла впервые. Ее предварительные итоги будут опубликованы через пару месяцев, в декабре, а окончательные результаты – в конце 2022 года. В Алтайском крае было учтено 466 тысяч личных подсобных хозяйств. Собранная информация поможет оценить потенциал сельского хозяйства в регионе. Добавим, что сейчас переписчики готовятся к более масштабной переписи – всероссийской. Она стартует 15 октября. Уже известно, что в анкете появятся новые вопросы. Например, они касаются трудовой миграции. Где вы проживаете, где вы работаете, потому что у нас вот эта мобильность очень трудовая, она очень возросла в последние десятилетия. И, конечно, государству хотелось бы знать, какие здесь формируются потоки как раз по трудовой маятниковой миграции. Вот этот портрет России новый и портрет каждого субъекта Российской Федерации муниципального образования, конечно, он даст государству в первую очередь понимание о том, где построить новые школы, например, или где больницы новые, детские сады. Переписаться самому можно будет через портал госуслуги при наличии электронной подписи, либо через МФЦ. Ну и классический способ переписи тоже никто не отменял. По домам Алтайского края и Республики Алтай будет ходить 6 тысяч переписчиков. В Барнауле проходят Дни литовской культуры. Повод 30-летия общества литовцев в Алтайском крае. Его представители в течение нескольких дней будут широко отмечать это событие. Запланированы фестивали, мастер-классы по созданию национальной одежды, а также посещение мемориальных мест в память ссыльных литовцев. Продолжит тему Анастасия Дорога. Народные мотивы, которые юные потомки чистокровных литовцев в России могли никогда и не слышать. Прибалтийский колорит в Барнаул привнесла Карельская община. Ее представители приехали на Алтай, чтобы отметить юбилей литовского объединения. Отец у меня военный. Он познакомился с мамой в Вильнюсе, когда учился в академии. Когда приезжали к бабушке на каникулы, сначала пол-лета у бабушки в Вильнюсе, пол-лета в Белоруссии в деревне. Сочинение, которое я провел в лето, писалось на трех языках. Ну и учителя были в шоке, потому что появлялись совершенно неизвестные слова. Раз в пару лет Виталий приезжает в Литву встретиться с родственниками. А вот Зинаида Васильева из Петрозаводска, литовка по отцу, ездит туда в составе диаспоры. Это мой любимый жемотийский костюм, потому что я сама из жемотии. Я очень люблю эти костюмы. Он очень насыщенный. У него в основном преобладает красный цвет. Много юбок. Цвет костюма, кстати, зависит от уезда Литовской Республики. Ближе к Пруссии цвета заметно темнели. Но неизменными оставались детали, завитки и орнаменты. На Алтае, где проживает меньше трех сотен литовцев, тоже воссоздают национальные платья. А сегодня сравнивают менталитеты и характеры. У русских, у женщин, у них стать сразу, да? А у этих какое-то спокойствие и умиротворение. Я не знаю, чего, но у меня вот такое ощущение. О таком ощущении говорили многие. Один взгляд у участников фестиваля и на непростые сейчас отношения между Россией и Литвой. Говорят, какой бы ни была геополитика, простые люди хотят дружить, а не враждовать. Эту мысль подчеркнул и посол Литвы в России Этвидас Байрунос. В музее был, и вот только сейчас в библиотеке тоже начали говорить про обмен презентациями книг. Очень важно как-то эти стены, которые, к сожалению, из-за, ну не знаю, дистанции политических разногласий начинают между нами образовываться. Это как раз надо их разрушать. И стереотипы, и стены. Я плохо говорю на литовском, только учу. И мне очень сложно выучить, потому что русская речь везде. Я начинаю говорить по-литовски, мне говорят, не мучайся. Давай, нам тоже надо вспомнить русский язык. Не верьте, приезжайте и сами смотрите, и сами убеждайтесь в том, что люди хотят общаться, люди нормальные, и россияне, и литовцы, и они хотят дружить. Дружить и предлагают потомкам литовцев в России и Казахстане. Познакомить их друг с другом – еще одна цель фестиваля на Алтае. Продлится он до 27 сентября. За это время участники посетят мемориальные места, посвященные репрессированным литовцам, обсудят выход семейной книги потомков. Последние говорят, важно помнить уроки истории, чтобы строить добрососедское будущее. Анастасия Дороган, Данила Захаров. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.